МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите новый выпуск студенческого телепроекта Саратовского государственного университета «Мне нравится». И с вами его ведущие Владислав Попов и Жанна Савинкова. В этом выпуске вы узнаете, кто стал победителем в соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017». Мозгобойня. Что это такое? И опасна ли она? В чем различие влюбленности и любви? Как прошел акустический кавер «Вечер» группы «Океан Эльзи»? Жан, как ты относишься к зимним видам спорта? Ну, я умею кататься на коньках, лыжах и сноуборде. А ты знаешь, что совсем недавно прошли соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017», где мог принять участие любой желающий? Видимо, я опять все пропустила. Да, а вот Никита Жигулин не упустил возможности и снял про это сюжет. Смотрим. Вот-вот на судьоне «Спартак» стартует соревнование по конькобежному спорту «Лед надежды нашей-2017». И несмотря на мороз, попробовать свои силы на рядовой трассе пришло довольно много людей. К слову, похожие соревнования проводятся во многих других городах России. Они созданы для всех желающих с целью привлечения прежде всего молодежи к конькобежному спорту. Но сначала немного информации о регламенте. Как вы видите, возрастных ограничений на этих соревнованиях нет. Для того, чтобы сделать забеги интересными и, главное, справедливыми, конькобежцев разделили на несколько групп. Первый – ученики первых и вторых классов, во второй – третьих и четвертых, и так далее по возрастающей. Всего пять групп. Участники из первых трех будут соревноваться на дистанции 50 метров, остальные – на 100 метровке. Ну вот, это проба пера, чтобы дети посмотрели друг на друга и узнали результаты, кто быстрее соревнований для этого придумал. Соревнования открылись парадом участников, во время которого они совершили групп почета. Чтобы сократить длительность соревнований, организаторы разрешили стартовать участникам из разных возрастных групп одновременно. После финиша их результаты фиксировались и заносились в сводную таблицу уже с учетом возраста. Стоит отметить, что не все из них профессионально занимаются конькобежным спортом. Но даже любителям было по силам побороться за призовые места. Яркий пример – Иван Максимов, победивший в группе для студентов. Почему решил поучаствовать? Ради физической подготовки. Все соперники были хорошие. Ты профессионально занимаешься конькобежным спортом? Да, почти 4 года. Я вообще участвую во всех соревнованиях, которые проходят на «Спартаке» и на всех соревнованиях, которые проходят «Лед надежды нашей». Нравится вообще участвовать в соревнованиях, за его ебать места. Когда человек бежит, много эмоций, радость, скорость и даже небольшой страх идет. Да, профессионально 11 лет занимаюсь уже. Я каждый год участвую во всех соревнованиях, поэтому это не исключение. Просто пробежала свое удовольствие. Завершились соревнования и церемонии награждения, где все участники получили памятные призы, а победители – медали и дипломы. Существует множество развлекательных и интеллектуальных игр. Но не все из них способны повысить уровень вашей эрудиции и при этом оставить приятные впечатления. Наш корреспондент Денис Шевченко узнал, где можно сразиться умом и замечательно провести время в интересной компании. Эрудиция, логика и командный дух – все, что нужно, чтобы принять участие в «Мозгобойне». А что это такое? Сейчас узнаем. «Мозгобойня» – совершенно новый формат развлечений для нашего города. Два часа серьезной умственной работы в перемешку с розыгрышами придов и всеобщим весельем. Участие в «Мозгобойне» принимает команду от четырех человек. Чтобы стать лучшей, команда должна правильно ответить на максимальное количество вопросов. Игра разделена на семь туров, по семь вопросов в каждом. После каждого третьего тура предусмотрен перерыв, во время которого мы и пообщались с игроками. Как вам игра? Очень комфортное место, приятно здесь находиться, игра интересная. Я думаю, еще пройдем. Хорошо, а как вы думаете, кто ваш главный соперник? Ну, наверное, команда «Лидер», по-моему, она разная называется. Почему вы приняли решение принять участие в турнире? Потому что мы два раза последний раз выиграли. Потому что мы очень умные. В конце каждого тура ведущий давал верные ответы и узнавал, правильно ли ответила та или иная команда. Кому-то вопросы казались слишком сложными, а кто-то справлялся без затруднений. Лучший результат перед вторым перерывом показывала команда «Астронимы». Слушаем, Людмила называет. Если правильно, мы все ей аплодируем. Итак, что это? Кармен Бизе. Кармен Бизе. Вы голодные пришли. Друзья, абсолютно верно, аплодисменты. Думаете, кто сегодня победит? Ну, мы надеемся, что хотя бы когда-нибудь ребята из МКАД 43 победят. Как вы оцениваете ваши шансы на победу? Как всегда. Сколько команд? 15? 1 к 15, как бы. На сколько вопросов вы правильно ответили? На все. Команда на все, я на ноль правильно ответил. Тогда кто ваши главные конкуренты? Вон те. Астронимы, астронимы. Мы практически с первого турнира выиграем в «Мозгобойню». Но я просто играла в другой команде, а моя команда, вот Астронимы, сейчас в третий раз играет. Это хорошо. Вы на много вопросов ответили правильно? Мы думаем, что на 50% правильно. 50-50! А, 70! Ну, видимо, 70! Последний тур игрался в формате «Блиц». Командам за 100 секунд нужно было успеть ответить на 7 финальных вопросов. Несмотря на то, что астронимы справились с «Блицем» не лучше всех, по сумме баллов именно они стали победителями «Мозгобойни». Влад, а ты был влюблен? Ну, было дело. Кстати говоря, Жанна, ты знаешь, что любовь и влюбленность – совершенно разные понятия? Серьезно? Как по мне, это не важно. Главное – чувство возвышенности, которое дарит тебе эти эмоции. Ну, тут я немножечко с тобой не согласен, но наша корреспондент Алена Буканова разобралась, в чём же отличие двух понятий. Смотрим. На нашей планете больше 7 миллиардов людей. Каждый день кто-то влюбляется, а кто-то теряет свою любовь. Но почему мы выбираем именно этого человека? И что происходит с нашим сознанием и телом, когда мы увлекаемся друг другом? Изначально между людьми появляется симпатия на первом этапе, а дальше – этап влюблённости. И как раз влюблённость наступает сразу. Я увидела, я обрадовалась, я влюбилась, и у меня выросли крылья. Почему любовь иногда возникает внезапно? Это не любовь с первого взгляда, любовь с первого запаха, собственно говоря. Нравится сначала запах человека, и только затем возникает уже дальше чувство влюблённости и чувство привязанности. Влюблённость – это такое яркое, эмоционально окрашенное чувство, это комплекс чувств, страсть, это симпатия, это физическое влечение. Чтобы возникло это чувство влюблённости и привязанности, мы сначала выбираем партнёра, выбираем партнёра подсознательно, неосознанно, чтобы этот человек был сильным, здоровым, с крепкой иммунной системой и обладал ДНК абсолютно противоположным, а не совпадающим с нашим ДНК. Есть мнение, что мы встречаем партнёра на схожих каких-то качествах. Также есть мнение, которое говорит, что мы встречаем партнёра на разности наших интересов. На самом деле, в моём опыте, чаще всего люди сходились на разности интересов. Но потом что-то между друг другом находили и оставались на сходстве интересов. На первой стадии любви, которая называется влюблённость, нами движут половые гормоны эстрогены и тестостерон. Эстрогены – это женские половые гормоны, тестостерон – это мужской половой гормон. Под их действием возникают желания. Желание, например, чаще видеться с объектом своего вожделения. И именно эти же гормоны провоцируют выработку в организме таких веществ, которые относятся к группе эндорфинов. Это вещества, способные приводить человека в состояние эйфории, гормоны счастья или гормоны радости. Историй любви много, но все они когда-то заканчивались. Сколько живёт любовь? И может ли наш организм любить вечно? На самом деле есть очень много мнений, что влюблённость имеет период конкретный. Одно из мнений – три месяца, другое из мнений – полтора месяца. На самом деле это очень субъективное мнение. В этапе влюблённости наше сознание сужается, и мы видим партнёра в идеальном каком-то таком свете. И каждый человек, имея свои индивидуальные особенности, этот этап проходит по-своему. Ну, считается, что три месяца – это этап конфетно-цветочный, когда всё вокруг такое розовое, красивое. Состояние влюблённости длится недолго и не вечно, от 18 месяцев до трёх лет. Это связано с тем, что эндорфины активно вырабатываются именно в этот период, а затем организм просто привыкает к их действию. Любовь живёт три года – это звучит грустно, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, это написано для того, чтобы люди за эти три года создали крепкую, полноценную семью, и если был этап влюблённости, он перешёл в любовь. Как влюбить в себя человека? На эту тему существует множество книг, описывающих различные психологические техники. Учёные-химики создали духи с феромонами, которые помогут привлечь партнёра. Но насколько эффективны эти уловки? Мы, когда пользуемся духами с феромонами, мы немножечко обманываем представителей противоположного пола. Но это не значит, что это всё перерастёт во влюблённость и, соответственно, в любовь. Когда с вами манипулируют, это всегда ощущается внутренне. Это есть ощущение, что как будто бы тебе человек не доверяет или скрывает истинное лицо. Это чаще всего манипуляция, она ощущается на уровне тела. Знание о механизме любви нисколько не снижает её очарование. Ведь мы продолжаем получать удовольствие от десерта, даже если знаем его состав. Каждый кавер-исполнитель по-своему понимает авторскую песню, вкладывает в неё свои чувства и переживания. Как фанаты группы «Океан Эльзи» отнеслись к новой версии исполнения от Нади Лисенко и Оли Солдуновой, смотрите прямо сейчас. На смену холодному зимнему дню приходит тёплый вечер. Давайте вместе окунёмся в уютную и семейную атмосферу. Сегодня каждый желающий мог посетить акустический кавер-вечер группы «Океан Эльзи», на котором Нади Лисенко и Оля Солдунова исполнили лучшие песни группы. На выступлении мы смогли провести параллели между украинской группой и девочками. И стоит отметить, качество исполнения было на высоком уровне. Это довольно-таки популярная группа, популярная музыка. И, к сожалению, с недавнего времени группа не имеет возможности приехать к нам в Саратов. И поэтому мы подумали, что будет довольно интересно сделать концерт, состоящий полностью из песен «Океан Эльзи», чтобы люди пусть как-то смогли это послушать в живую. Да, тем более в Саратове больше никто не каверит их. Нади и Оля часто дают свои концерты в Саратове и исполняют песни популярных групп. Но каждый раз, выходя на сцену, испытывают волнение, которое связывается с профессиональным моментом их деятельности. Все переживания отпадают, когда видна отдача в качестве восхищённых глаз зрителей. Мне всегда кажется, что плохо тот артист, который не волнуется перед тем, как к нему выступать, потому что это залог, как раз, мне кажется, правильной подачи музыкального материала. И поэтому, да, волнение есть. И сказать, что оно куда-то прям пропадает всегда. Нет, конечно, такого не бывает, в принципе, потому что ты всё равно находишься в напряжении. И хочется вложить в музыку максимум эмоций, максимум пережитых событий, максимум чувств. И поэтому за это всегда переживали, будем переживать. Это наша работа, наша музыка. Да, нам повезло, что наши работы и наши увлечения совпали. И поэтому... Это приносит нам удовольствие. Да, это приносит нам удовольствие. Нам намного проще работать, чем людям, которым мы занимаемся. Детям просто для денег. В завершении вечера не осталось ни одного человека, в чью сердце не вошла бы мелодия, исходившая прежде всего от сердца Нади и Оли. Надеемся, что ещё не раз встретимся в такой же обстановке на следующем концерте. На этом всё. Заходи на нашу страницу ВКонтакте. Смотри бэкстейдж в Инстаграме. И подписывайся на наш канал на Ютубе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!